150 метров проблем, так называют жители микрорайона Мамулина-3, подъезд к своим домам. Потерянные колеса, пробитые арматурой днища машин, и это только автовладельцев. Для пешеходов неприятности еще больше, самые легкие из которых – грязная обувь и одежда. Мария Шалованова встретилась с местными жителями и узнала историю из первых уст. Жильцы этих трех многострадальных домов никак не могут начать обычную жизнь без приключений. Сначала их застройщик обанкротился, строительство заморозили. Потом, благодаря вмешательству Игоря Руденя, дома были сданы. Но недолго музыка играла. После того, как строители отчитались о постройке, их след простыл, а проблемы остались. Например, с проездом до домов. Мы обращались в различные министерства. Это министерство транспорта Тверской области, это в правительстве Тверской области и в администрацию. Получаем отписки о том, что эта дорога принадлежит застройщику СУ-155, которая сейчас находится в процедуре банкротства. Что мы вам, к сожалению, помочь ничем, ребята, не можем. Так что боритесь своими силами. Еще в 2018 году при осмотре достроенных домов губернатор распорядился благоустроить территорию. Предполагалось, что под понятие благоустройства должны попасть и подъездные пути к дому. Но нет. Квартального выезда как не было, так и нет уже третий год. Вместо него остался технический доезд, который из бетонных плит соорудил застройщик для удобства КАМАЗов и прочей спецтехники. Эта дорога должна была стать кратковременным решением проблемы, а по итогу стала единственным путем из микрорайона. Проблема незначительная. Можно сделать и за домом 4, корпус 1. Там есть портальный въезд на микрорайон. Администрация города об этом знает, но, к сожалению, также от ответа уклоняется. Второй въезд, о котором говорит Олеся, и должен был стать основным. Но и он выглядит не лучше. Как рассказали жители, эта дорога присутствует и на генеральном плане. Она даже принадлежит городу. Однако про нее как будто забыли. И вот пользуются жители техническим проездом. Здесь у меня муж колесо прокалывал, здесь арматура торчит, ямы. Машины, люди, все вперемешку. Вечером очень опасно. Потому что водители едут, объезжают ямы. Мы идем, обходим грязь. И очень тяжело. А вот новый образовательный центр, который не так давно открыли, стал практически недоступен для ребят. Прямой дороги к нему нет, хотя от домов до школы не больше 500 метров. Детям приходится идти в обход или сокращать по небезопасным разрытым газонам. Я видела даже, как с окна, как детки, многие одни ходят без родителей, и вот по этой грязи, по этим кучам, я даже уже думала, надо бежать, спасать, из лужи вытаскивать. Потому что они шли напрямик. А если идти в обход, то нет тротуаров. На их месте скользкая тропинка, которая расплывается еще больше во время или после дождей. От попадания под колеса проезжающих в метре машин спасает только недавно установленное ограждение. С просьбой разъяснить ситуацию мы обратились в администрацию города. Пока ответ не получили, но мы будем держать ситуацию на контроле.